Я тут посидела, подумала и поняла, что после того, как я поставила штамп в паспорте, я оказалась в полной жопе, потому что до замужества у нас был раздельный бюджет, то есть мы скидывались на продукты, либо покупала он там, либо, знаете, вот, ну, мои денежки всегда были при мне. Сейчас я получаю зарплату на Альфа, он получает на Сбер, и у нас в обоих есть приложение, как Альфа, так и Сбер. Второй плюс это то, что если мне что-то не нравилось, я могла говорить, «Слышь, парень, ты кто такой вообще? Я кстись, пошел в жопу, ты мне никто, я тебе не обязана, не готовюсь, не стирать, ничего». И третий, я всегда говорила, «Мне что-то в тебе не устраивает, я, наверное, еще подумаю и сделаю свой вывод». После замужества я такого сказать не могу. Когда я ему говорю, «Слышь, ты кто такой?», он мне открывает мой паспорт, также свой показывает, кто такая я и показывает, кто такой он. Если я не до их босса скажу, что я еще не сделала свой выбор, он также открывает свой паспорт и показывает, кто такая я и кто такой он. Типа намекает, что выбор же сделал. Понятно. Ребята, всем здорово, Санычная связи. Слушайте, ну, понятное дело, пилоточный план выполнен, бизнес-стратегия влагалищного дальновидного бизнес-строения тоже идет по плану, так сказать, да, в принципе, уже можно как бы и подрасслабить булки, да, он уже женился, как бы ипотеку взял в этот, или купил квартирку там в браке, да, уже нажитое совместное имущество, там, машинку тоже купил, там, да, ну и так далее. В принципе, все понимаете, да, располовинивание, да. Меня больше удивляет другое, а как вот мужчина живет с той женщиной, которая ему заявляет, ну, будучи его женой, да, «Слышь, Вася, ты кто? Пошел в жопу». «И вон вот это хватает паспорт, так ворсишь, ворсишь, ты жена ж моя, Боже, ты чего?» «Боже, а где, где мужская гордость вообще, человеческая гордость? Тебя просто послали в жопу, ты кто такой? Пшел отсюда, Вася?» «А он тычет ей этот штамп, Боже мой, Боже, копытом своим бьет вот этот паспорт, сука, помнешь, дебил, что ты делаешь?» «Ребята, ну, напишите что-нибудь».